всем привет дорогие подписчики и гости канала сегодня вашему вниманию представлю видео обзор на популярную бюджетных bluetooth колонок мифа а10 прошу строго не судить так как это пилотный выпуск и опытов познания деталей характеристик которым стоит уделить внимание у меня мало я имел опыт с колонками у ибум 2 версии и маршал сток вел о хорошем звучании мне известно сегодня проверим основные функциональные возможности колонки громкости качества звука а также немаловажным будет проверить качество микрофона для использования колонки в режиме хэнс фри как гарнитуру представьте слушаете музыку с телефона и вам входящий звонок можно прям с колонки поднять трубку и поговорить это очень удобно подписывайтесь на канал если этого еще не сделали и приступим пришла колонка в таком пластиковом пакете внутри него колонка обернута воздушный упаковочный материал и это отличное решение чтобы содержимое пришло без повреждений давайте проверим коробка на вид имеет стильный дизайн в черно-желтых тонах внутри нас встречает сама колонка пакетики также здесь есть инструкция на китайском английском языках русского как обычно нету также здесь есть два кабеля один кабель это aux для воспроизведения музыки через устройство имеющие выход для наушников а также кабель micro usb чтобы заряжать колонку ремешок чтобы закрепить на руке как видим карта памяти в комплекте отсутствует но цена карт памяти низкая могли бы конечно и поместить в комплект скроем колонка выглядит стильно вместо обычных резиновых ножек нас встречают ножки присоски это позволит иметь хорошее сцепление с гладкой поверхностью но как долго продержится присоски пока они не потеряют свою эластичность покажет только время колонка оснащена двумя динамиками на тыльной стороне по 5 ватт каждый спрятана они за металлической сеткой и также они расположены под углом тем самым звук не бьет по прямой если колонка например стоит на земле а звук направлен немного вверх что более эффективно также в колонке имеется низкочастотник по типу сабвуфера с обратной стороны почти на всю площадь колонки фото колонки в разобранном виде вы сейчас увидите из фото становится понятно что хоть и заявлено защита от брызг то все же не рекомендуется это проверять если вам необходима защита от воды то производитель выпустил версию мифа а 10 плюс разница в цене 6 долларов ссылку на нее вы найдете в описании под видео емкость аккумулятора в данной колонке составляет 2200 миллиампер часов параметры входного тока 1 ампер 5 вольт со слов продавца время работы до 10 часов на громкости 60 процентов но в реальности при такой емкости хорошо если батареи будет хватать на 6 8 часов под резинкой находится аукс выход вход для зарядки и разъем для micro sd карты а на внешней стороне кнопка включения и переключения режимов bluetooth и снятия трубки при входящем звонке а также кнопки громкости и и переключение треков пройдемся по функциональным возможностям колонки поддерживает карты micro sd до 32 гигабайт отформатирована должна быть fat32 видит на карте памяти музыкальные форматы mp3 в ма вафлаг ap и и автоматически отключается через 10 минут если нет подключенных устройств или она не воспроизводит музыку давайте проверим вес колонки для этого я приложу скриншот так как лесов под рукой нету окно что давайте попробуем включить колонку заодно проверим пришла она разряженная или заряжена колонка активировалась и сразу начинает искать поблизости bluetooth устройство подключим ее к нашему телефону доступное устройство колонку сразу находит успешно подключено не требует пин-кода но если вдруг потребует на старых устройствах то пин-код 4 0 давайте посмотрим что делают у нас кнопки так данном случае ничего нигде не меняется они все слышно что звук меняется так лучше запустим какой-нибудь трек сейчас максимальная громкость все уменьшение громкости работает увеличение громкости работает плей пауза работает теперь долгая нажатие на плюс должно включить следующий трек следующий трек запустила все кнопки работают с этим проблем никаких нету качество звучания на первый взгляд меня впечатлило но давайте послушаем еще раз включая на полную громкость и и для такой казалось бы маленькой колонки качество звука на высоте играет очень громко сама колонка даже вибрирует вся звук чистый и тем самым на громкости слушать довольно таки комфортно в большом помещении или на природе что в данный момент времени очень актуально низкие частоты как вы слышали не знаю передает ли эта камера не захлебываются их давайте проверим высокий а но и и и и и и как вы видели даже тестирую низкие частоты громкость была не на всю так как на телефоне надо было отдельно еще регулировать помимо того что регулируется еще усилитель самоколонки высокие частоты играют просто отлично каждый звук слышим так что давайте еще раз включим протестируем низкие уже на полной громкости на все без изменений также не захлебывается все играет отлично звуком этой колонки остался очень доволен также еще хочу отметить хоть два динамика в этой колонке и дают возможность стереозвучания если приобрести таких две колонки то возможно сделать сопряжение и они будут играть в паре так теперь немаловажно давайте проверим качество микрофона для этого воспользуемся диктофоном на айфоне так как на андроиде у меня не получилось заставить работать запись диктофона с гарнитуры был звук что сопряжение потеряно тут также обнаружено устройство сопряжение прошло быстро подключили сейчас я отнесу в сторону и проверим будет ли на колонке работать микрофон или в телефоне проверка записи диктофона на мифа а 10 ну вот такой вот микрофон если срочное что-то нужно сказать то вас услышит собеседник конечно не супер высокого качества но хорошо что он вообще здесь есть кстати вот отверстие для микрофона так теперь проверим воспроизведение музыки с флеш карты такого я не видел что проверяли другие блогера но для меня это немаловажно так как колонка будет работать в парикмахерской там bluetooth устройства и телефоны подключать никто не будет тоже часто поступают звонки удобно не успел я ставить флеш карту как сразу заиграла музыка это классно то есть здесь поддерживается горячая замена карт то есть не обязательно выключать включать колонку давайте проверим тут закачано всего две песни с флеш карты также отлично играет и проверим попробуем по крайней мере проверить aux разъем вдруг пригодится хотя не знаю в какой ситуации это может пригодиться но мы для того здесь чтобы сделать полный обзор на колонку подключили сейчас запущу какого-нибудь трек с компьютера вот играет south с разъема флеш карты нету на телефоне ничего не включал могу для теста какому другую песню поставить громкостью также управляет я подключил колонки и если громкость кручу на колонке то здесь повышается aux разъем тоже работает но как мне показалось звук с aux хуже чем с флеш карты или с bluetooth вот такая колонка время подвести итоги из плюсов хочу отметить качество звучания и громкость колонка не захлебывается как и не на низких частотах так и приятно слушать на высоких а также наличие карты памяти мне этого не хватало в моей колонке у его второй версии из минусов я бы не рекомендовал использовать эту колонку в дождь так как под сеткой находятся динамики под резиновой заглушкой сверху сразу плата с кнопками при попадании влаги окисление платы не заставит себя долго ждать но и тут производитель позаботился о клиенте и выпустил колонку мифа от 10 плюс с влагозащитой так что сложно сказать что это минус когда есть альтернатива приобрести вариант с влагозащитой я могу рекомендовать эту колонку приобретению так как при цене до 25 долларов конкуренции почти нет а в период распродаж цена может доходить до 19 долларов а если примените промо код из описания то это уменьшит финальную стоимость на 3 доллара действует на любой продукт на сайте алиэкспресс если вы знаете конкурента за эту цену то пишите в комментариях протестирую если обзор понравился ставьте лайки это продвигает видео и помогает в развитии подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые распаковки до новых встреч а а а а и а а и Субтитры создавал DimaTorzok